Всем привет! Мы с вами снова в магазине Kia Нижний Новгород. Кто меня не знает, но не знаком, меня зовут Татьяна. Сегодня мы с вами находимся в отделе спальни, конкретно в отделе матрасов. Он потерпел реконструкцию, все изменились, сделали, я думаю, более удобным. Вы давно нас просили снять обзор именно по матрасам, рассказать все подробно, потому что все-таки дистанционная покупка и матрас вещь очень тяжелая и сложная. Поэтому давайте сначала, мы нашли очень интересную информацию в магазине, которую на сайте, по крайней мере, на сайте я не видела. Если, ребята, вы это видели уже на сайте, пожалуйста, в комментариях пришлите ссылочку. Как правильно выбирать матрас? Сначала все расскажу, будет чуть-чуть теория, буквально 3-4 минуты, а потом пойдем смотреть матрасы. Дети младшего школьного возраста и подросткам обычно рекомендуют спать на жестком матрасе. Я думаю, это ни для кого не секрет, и это именно полезно для спины. Я не буду сильно углубляться, иначе получится лекция. Дальше, следующий критерий. Как вы спите, один или вдвоем? То есть, если, допустим, кто-то спит беспокойно, сосед по кровати, да, скажем так, вы спокойны, то лучше тогда выбрать определенный матрас с пружинами, с пружинным блоком независимым. Про это пружинный карманного типа расскажу отдельно. Дальше вы определяетесь со спальным местом кровати, ну, соответственно, какого размера кровать, такой матрас. Какую жесткость выбрать? Вот больше всего, как бы вообще, к чему вообще все это, меня заинтересовала вот эта табличка. То есть, сколько я не искала, вот такой информации я не находила. Смотрите, скажи, пожалуйста, крупно, как бы подольше. Соответствие вашего роста и веса. Вот это у нас графа средней жесткости, это жесткой. Я думаю, вы сами поймете, да, допустим, вот я ростом метр семьдесят, то есть, я беру раздел метр шестьдесят, метр семьдесят, вес у меня сейчас семьдесят три килограмма, то есть, фактически, я могу спать, кому мне и комфортно будет спать и на средней жесткости, и на жестком. Но если вес, допустим, более там вот уже за серединку, да, заходим более семидесяти пяти, это уже однозначно жесткий матрас. Вот эту табличку, пожалуйста, ребята, я думаю, мы ее отдельно сфотографируем, да, может, вставим, чтобы ее было видно. Как бы это полезная информация. Ну и дальше, то есть, соответственно, когда вы выбираете матрас, полежать на боку, прочее, это уже, ну, как бы такие стандартные, да. Дальше, сейчас давайте расскажу коротенько о материалах, которые используются в икеевских, да вообще, в принципе, честно, во всех матрасах. Независимо от того, какого производителя вы выбираете. Недавно ходила со знакомой Воскону, ну, вот категорически, только этот матрас человек хочет, нам начали заливать про количество пружин, про пропитку алоэ вера, про кокосовое волокно, то есть, знаете, вот, ну, это нормальный, хороший натуральный материал, они должны быть в нормальном, адекватном матрасе. Но когда мы посчитали ценник матраса метр шестьдесят по тридцать тысяч, я говорю, давай мы кей посмотрим, может быть, мы что-то подберем. На самом деле мы нашли, как бы, здесь это, сразу скажу, как нам любят сейчас, ну, честно, в личку периодически пишут, что вы, там, ваши обзоры покупают, вы об этом рассказываете, нет, ребят, мы делаем это для себя, для наших клиентов, как служба доставки, чтобы мы могли этот контент давать покупателю, когда человек пришел и спрашивает рекомендации, ну, мои ощущения – это мои ощущения, ваши ощущения – это ваши ощущения, поэтому нужно что-то среднее. Среднее – это видео такое, по которому можно понять, ну, хотя бы относительно, да. Опять лирика увлеклась. Значит, смотрите, вот по пружинам, сейчас именно скажу, по пружинам, по материалу, чтобы не было путаниц, о чем буду дальше говорить. Пружины типа Банел – это бюджетные матрасы, это пружины с зависимым пружинным блоком, давай покажем, а потом уже отдельно. Вот, например, матрас Хамарвик, вот пример пружины Банел, то есть они в общем каркасе, но каждая пружинка в отдельный кармашек не закрыта, то есть они работают все вместе, то есть если, как бы, условно, вы спите, супруг пришел и прыгнул на кровать, вы его в любом случае подпрыгнете, вы подпрыгнете от этого. Дальше есть пружины карманного типа, ну, вот пример, да, вот пружины карманного типа, то есть в отдельном кармашек закрыта каждая пружинка, рассказывать буду отдельно, и есть еще мини-пружины, вот здесь же, то есть это пружины карманного типа и над ними мини-пружины, то есть каждый работает отдельно, нижние пружины и верхние пружины, то есть каждый отвечает за свою регулировку как бы за вашу комфортность пенополиуретан приспосабливается к особенности вашей комплекции равномерно распределяет нагрузку пенополиуретан с эффектом памяти соответственно тоже другой ценник подстраивается под форму температуру тела расслаблять самые нагруженные части тела оптимизируя кровоток в мышцах и коже о как то есть тут совсем все по-серьезному да латекс сохраняет свои свойства под большой нагрузкой то есть латекс всегда рекомендуют крупным людям то есть когда человек весит много ему сложно подобрать все-таки то тоненький матрас будет спать как на дощечке да на пушистом таком матрасе он тоже в него утонет за счет веса поэтому оптимально нужно подбирать так латекс способствует активной циркуляции воздуха создавая комфортный микро климат спального места лекции закончена указку выкидываем пошли смотреть начнем с самой бюджетной серии это матрасы емно уже разложили вот такие вот выставочники по ним все-таки понятно да вот согласитесь ну ты показал я вам матрас ребяту мягенько все да что я вам могу сказать как бы что вы можете увидеть через камеру значит смотрите матрас емно это вот такой синтетический чехол серого цвета слишком громко вот то тихо то громко значит вот такой чехол серого цвета внутри у нас самый обычный пенополиуретан без эффекта памяти просто вспененный пенополиуретан самый бюджетный и плюс вот такая вот прослоечка для мягкости чтобы вы допустим когда спали вот эти острые части пенополиуретана не чувствовали на самом деле они особо не чувствуются то есть они кругу на них комфортно под вашим весом они сминаются и вы спите матрас самый бюджет на него не действует гарантия 25 лет и вы его не можете обменять в какие если он вам не подошел ну как бы не подошел не по причине брака просто не понравился что вот какая как бы фишка есть у матрасов и он что он за что чем они мне нравятся их очень часто заказывают гостиницы хостел мы как бы такие в бюджетные да его легко разрезать допустим вот вот такой матрас 90 на 2 стоит 1600 ценник очень хороший но если у вас спальное место 80 сантиметров просто расстегивают чехол отрезают острым ножом и закрывает все подшивает закрывает то есть замечательно пользуется матрасом их урезает и в ширину и в длину то есть наши клиенты это уже делали на самом деле как бы такой опыт положительный все хорошо функционирует но договорились что я буду сидеть на каждом да как бы свое ощущение передавать матрас емно но он во-первых тонкий то есть вот допустим под моим весом не сказать что мне вот совсем не комфортно но я как бы чувствую наверное все таки я чувствую основание да то есть вот да я копой чувствую дно то есть как будто он тонкий вот для меня например он тонкий скажем так ночь две я бы могла на нем поспать а на постоянку все-таки тонковато ну детям кстати часто берут как гостевой вариант матраса когда берут двухъярусную кровать либо допустим берут кушетку на одну половину постоянку берут как бы более такой дорогой матрас и ну из другой серии а сюда берут на вторую часть берут емну так ну наверно пойдем по степени увеличения цены до матрас это логичнее будет так ховок у нас подороже хатлэвик так хатлэвик уже с независимыми так следующий матрас хамарвик хавсла должен еще ведь быть хавсла давай наверно нет вот хамарвик вот хавсла после емна идет хавсла следующий по цене так матрас вот здесь как раз пружины типа баннел сейчас мы покажем пенополиуретан войлок все то есть больше в матрасе ничего и нет может все таки расстегнуть кубик мне кажется вообще ничего не видно в блику потому что поролон это саллафанка на саллафанку мы все за собой убираем так что друзья мои не переживаем вторую часть кубика вскрываю вот смотрите вот это сама пружина баннел то есть видите да вот я сжимаю и они как бы работают все то есть условно вы легли и вся пружина работает матрас односторонний то есть с этой стороны просто войлок и допустим если вы положите на эту сторону вот пружины все под руками чувствуется под попой под спиной вообще все это чувствуется будет матрас односторонний этот момент тоже учитывайте то есть отсюда и как бы не сильно большой ценник дальше здесь прослойка пенополиуретана потому что вы не можете спать ну ни один человек не может спать на пружинах нами кроме йога бока усиленно тоже пенополиуретаном но в середине то есть представьте что вот это метр шестьдесят до края вся середина только пружины больше ничего и сверху слой пенополиуретана хлопковый чехол чехол вполне комфортный вот в этих местах то есть вот это вот усиление вот это усиление оно только в краях то есть вот по краям матраса здесь этого нет здесь пусто то здесь прям вот они пружины в голом виде так сейчас убираем и посижу на нем как-то продается в одной жесткости только жесткий так сверху у нас одет тонкий матрас лис марка тонкий матрасик стоит 1599 но на самом деле функцию на матрасника выполняет особо мягкости он не дает жесткий неплохо пружинит ну как вот как на волнах да то есть такое ощущение на дуно у матраса поэтому наверно если супруги разного веса не особо комфортно будет то есть все таки матрас либо для одного человека либо не для сильно крупных людей допустим два человека где-то килограмм под сто каждый блям и прям вот и жидковато так следующий матрас хамарвик покажи пожалуйста это мы показали теперь давайте конкретно по матрасам фактически большой разницы между хамарвиком и хапсла нет но хамарвик делится на два типа жесткий и средней жесткости и он отличается толщиной то есть здесь двадцать один сантиметр там 18 сантиметров то есть три сантиметра разница это как раз слой пенополиуретана даже наверно можно показать сравнение то есть вот эта толщина и дает вам комфорт у нас сейчас дома хамарвик средней жесткости кровать сан-десант кстати еще учитывайте такой момент мы с вами с таким столкнулись до сан-десант была кровать фельсы да да фельсы которая же вышла из ассортимента но это та же вот кроватка нейден вот эта кроватка обычная бюджетная деревянная и матрас по ней бегал то есть за счет того что там очень маленький край то есть матрас просто кладется и никак не фиксируется в сан-десант матрас лег прям вот от края до края зафиксировался и матрас стал хорошеньким плотненьким сбитым то есть стало комфортно спать на тот момент пока мы как бы думали по поводу замены матраса пришлось менять кровать и получилось что матрас то подходит значит хамарвик отличается количеством пружин и отличается толщиной именно пенополиуретана отсюда больше комфортность ну и соответственно равенцев цене уже этот момент тоже учитывается так это у нас средняя жесткость а это жесткий сейчас сравнивать будем по ощущениям жесткий в общем если хотите мягкую воздушную перинку уберите средней жесткости средней жесткости на самом деле очень мягкий а жесткий вот как раз примерно средней жесткости потому что я вот в средней жестке провалился у нас получается жесткий не средней жесткости с тонким матрасом да он менее жиблый получается как бы поплотнее для чего вообще тонкий матрас часто клиенты задают вопрос ну понятно что он нужен когда допустим на диван вы стелите спите на диване то есть он стыки закрывает еще тонкий матрас что дает допустим не договорились супруги по матрасу да кровать метр шестьдесят каждый купил себе матрас 80 сантиметров тот который ему комфортен сверху просто стелите тонкий матрас и фактически получается спите на одном матрасе но у каждого своя комфортность потому что вот допустим если брать тонкий из пенополиуретана матрас он особо как бы такого комфорта не несет он просто вот усредняет да то есть вот более ровную поверхность сделать если брать уже там латексный матрас ну про них мы отдельно расскажем в этом же обзоре будет там уже другие ощущения так хавслов хамаровик пошли следующий будет ховок ховок уже пружины карманного типа то есть независимый пружинный блок вот для меня это оптимальный матрас в окея и не сильно дорогой если то есть ищите что-то до там десяти двенадцати тысяч если допустим это большое останавливайтесь на ховоке так теперь сам матрас ховок тоже бывает жесткий и средней жесткости будем показывать так это у нас средней жесткости такая волна означает знак средней жесткости но я думаю наши подписчики все это знают карман и про же карманы пружинного типа пружины карманного типа войлок и пенополиуретан давай показывать теперь в разрезе матрас фактически односторонний но вот как допустим у хамаровика у хавсла пружины вот здесь хороший слой пенополиуретана уже внизу на дне поэтому если например ну какая-то оказия случилась матрасом нужно воспользоваться на другой стороне я думаю ничего смертельного в этом не будет пружины вы чувствовать не будете никакой частью тела вот этот слой пенополиуретана причем то есть то на чем живут пружины он более толстый нижняя часть чем верхней дальше тут пружина карманного типа открыть бликует наверно еще смотрите бывают нарекания у клиентов возникает почему бокал матраса серый ребят ну или элементарно удушевление процесса то есть допустим вот это вот обивочная матрасная как бы ну вот чехол да у матраса он на чем вы спите из ткани лучшего качества здесь идет просто хорошая плотная же более жесткой ткани прохана износостойкая понять вот то есть вот карма пружинного типа кармашки пружинки карманного типа может быть я открою вылок покажу тонкий слой вы видно и открыть вот для меня это оптимальный матрас дальше мы пойдем уже смотреть сегмент более дорогих матрасов а нет у нас еще еще два матраса будет средне ценовом сегменте все остальное дальше уже пойдет будем смотреть за что денег просят то есть вот для меня на данный момент вот на момент этого обзора ховок честно когда вот мы сомневались как бы ну никак не могли разобраться своим матрасом что с ним планировали менять на ховок то есть вот на данный момент если случится менять матрас я наверное менять его буду на ховок ребят количество пружинок не говорю вот всю эту информацию можете увидеть на сайте в любом случае вы не побежите сразу после нашего обзора в магазин то есть вы примете нашу информацию которую мы дали к сведению и дальше уже решите что вам больше подходит еще не забываем а даже если вы пользуетесь флагом интернет-магазина посредника икея принимает обратно матрасы кроме емные детских матрасов если они вам не подошли если вы 90 дней на матрасе поспали вам он некомфортно у вас болит спина вы можете его сдать единственное что если вы допустим покупаете через посредника договариваете чтобы как-то у вас это забрали либо вы привезли если через интернет-магазин сами покупаете вы далеко тут уже ваши риски вам нужно будет вести икея сама не приедет так теперь давайте поощущей так вот жесткий и средней жесткости 24 сантиметра высота и у того и у другого то есть по толщине все одинаково отличается именно слоем пенополиуретана средней жесткости пенополиуретан и жесткий пенополиуретан так здесь у нас какой друг здесь жесткий Здесь средней жесткости Давайте сначала посижу на средней жесткости Проваливаюсь Вот я, например, матрасы, в которые проваливаюсь, я не люблю Так, сейчас я снесу Поэтому, наверное, все-таки для меня больше оптимальны матрасы средней жесткости Не средней жесткости, а более жесткие Сейчас посижу на жестком Понятно, друзья мои, через призму камеры я свои ощущения вам передать не могу Потому что у каждого они свои Да, вот в средней жестке уже Как бы проваливаешься, но поплотнее То есть не так вот, ух, падаешь туда Покомфортнее все-таки падать в него Я вот пока вот за этот матрас Так, теперь, кто у нас следующий? Хэтлевик Хэтлевик, матрас мы про него рассказывали Давно-давно у нас на канале есть обзор Я там еще вот с такой стрижкой короткой И как бы даже сама выставка другая была у Икеи 19 сантиметров Пружины карманного типа И дополнительный слой набивки из войлока Фактически они все примерно одинаковые Вот если брать средний сегмент Вот, давай сравнение покажем Вот ховок и хэтлевик Чем отличается? Толщиной Отличается самой обивкой То есть сама вот эта вот, как бы, ну, чехол Вот этот у матраса, да Здесь более мягкий, такой вот На микрофибру чем-то по ощущениям похож Здесь просто хлопковый Дальше Слой пенополиуретана Видите, какой он у холока Видите, какой он у хэтлевика, да То есть потоньше Здесь тоже нижний слой гораздо тоньше Сама вот эта вот обивочная ткань боковая То есть вот из этих всех нюансов, в принципе, и складывается итоговый ценник Здесь один, два, три, четыре, пять витков пружин Один, два, три, четыре Тут тоже пять витков пружин Хэтлевик у нас в одной жесткости продается Вот, кстати, если вам, например, ховок дороговат Но вы хотите независимые пружинки карманного типа Я думаю, можно остановиться и на хэтлевике В него не проваливаешься Он потоньше, но пружинки хорошо амортизирует То есть у него нет вот этого ощущения перинки Поэтому вполне комфортен Его, кстати, часто вот Ну, как бы у нас такие вот Три самых продаваемых матраса Это ховок, хэтлевик и хамаровик То есть вот три матраса, которые из пружинных чаще всего берутся ранскими Мы вот эту красоту показывали? Покажи, пожалуйста Да, они пружины карманного типа 19 сантиметров высота, жесткие и описание То есть фактически все одно и то же Отличается только количеством пружинок условия пенополиуретана Следующий матрас Ховейсунд Минимальный размер 90 на 2 Стоит 8 тысяч Кстати, матраса метр двадцать Икея полностью переобрали из ассортимента, как и кровати Поэтому, если вы являетесь обладателем кровати метр двадцать Увы, вам не в Икея Так, значит, что имеем здесь Пружина карманного типа Слой пенополиуретана Дополнительная набивка Слой из кокоса и льна Кокосовая пальма и лен дают микроциркуляцию дополнительную То есть оптимальный комфорт такой и температуру держит Но, ребят, это уже другой ценник Например, если ховок стоит десять тысяч за метр шестьдесят Здесь за метр шестьдесят уже просят четырнадцать То есть четыре тысячи тоже на дороге не валяется Поэтому давайте смотреть, за что нам нужно платить четыре тысячи И нужно ли платить Видно? Так, значит, слой пенополиуретана Ну, чехол, понятно, да, все это одинаково Слой пенополиуретана Кокосовое волокно Войлок Пружинка Два, три Один, два, четыре Пять витков пружин Здесь тоже хороший слой пенополиуретана Но вот здесь прям пружины чувствуются руками То есть вот на этом матрасе с другой стороны Уже при необходимости точно не поспишь Я думаю, здесь за счет того, что здесь очень плотный слой войлока Как бы усиление, да, поэтому вот этот матрас у нас односторонний Толщина девятнадцать с половиной сантиметров Еще учитывайте толщину матраса Вот, допустим, как я вам пример привела, да, с кровати в хельсе Если бы у нас был матрас потоньше, он бы не выпрыгивал То есть толщина матраса и высота вот это И то, что позволяет боковины кровати Тоже имеет значение Значит, матрас будет просто гулять Так, по плотности он один, только жесткий Он жесткий, он прям реально жесткий На него садишься, он вообще не проваливается Если, например, его сравнивать с ховагом Ховаг более мягкий Хомаровик по сравнению с ним вообще надувная лодочка Вот он плотный Если вы хотите лечь и не провалиться Я думаю, этот вариант можно рассмотреть То есть вот эффекта подпрыгивания на нем нет вообще Так, соседа, давайте его смотреть Здесь что-то как-то так неаккуратно, небрежно наложили Так вот уберем Харриет На данный момент матрас идет по акции Теперь цена ниже Вот, допустим, метр девяносто на два Раньше стоило двенадцать, сейчас стоит девять Хороший ценник за такой матрас Здесь уже будут дополнительные усиления Более толстые Двадцать три сантиметра Карманы пружинного типа Карманы? Карманы пружинного типа Вот-вот-вот, хоть убейте Пружины карманного типа Так, что по нему заявляют Оптимально распределяет нагрузку Снимает напряжение в области плеч и бедер Дополнительная набивка Сизалевая корка Каркас Кокосовая кайра Это природное волокно, которое хорошо дает вентиляцию Так, зачем нам сизаль? Натуральный, прочный, обладающий эластичностью материал Сделан из пальмы Увеличивает жесткость спального места Значит, матрас тоже только жесткий Давайте его посмотрим в разрезе Пленочку снимать эту? Ну, это я вообще весь матрас достану Не надо? Не надо? Так, значит, сама матрасная ткань Видите уже, какой слой пенопровитана большой? Ну, вот эти вот пупырышки массажные, да? Они особо... Нет, они ощущаются Не такая вот, как бы, ячейками, да? То есть, как дополнительный массажный эффект у матраса будет Вот она как раз Сизаль Пружинки Видите уже усиление? Пружины не живут своей жизнью Матрас укреплен со всех сторон То есть, если, допустим, у более бюджетных матрасов Вот здесь просто пусто Вот, да? Вот складываю, вот пружина Вот прям могу взять ее Здесь укреплено со всех сторон И вот этим, как бы, усилением Он, получается, более сбитый Он собран в кучу, этот матрас То есть, даже со временем Он, в принципе, в теории гулять не должен На нее можно спать с двух сторон смело Хоть он заявлен односторонним Пружины вообще не чувствуется никак Так, посидим, потестим Я, наверное, к концу обзора За другой матрас уже буду Не за холок Аппетит приходит во время еды Комфортный матрас Ячеистость, конечно, через джинсы не ощущается Это нужно лежать в менее плотной одежке Комфортно Ни жестко, ни мягко Конечно, непонятно, как он будет Вот, ну, как бы, насколько плотно будет Насколько комфортно будет на нем спать Но вот сидеть в него не заваливаешься У него нет ощущения лавочки И нет ощущения, что он вас затягивает Когда садитесь Так, там самый дорогой матрас Туда потом пойдем Сначала покажем, я думаю, пружинки, да, все А потом уже перейдем к пенополиуретану Так, хилистат Вот классный матрас Все, кто хилистат заказывают Все остаются довольны Еще ни один из клиентов, кто хилистат брал Не было такого, что вот нам не нравится Но, ребят, он один из самых толстых 27 сантиметров Учитывайте, то есть, если у вас у кровати Боковушка там 3-4 сантиметра Он просто прыгать будет То есть, вот этот момент тоже нужно, чтобы все-таки Со всех сторон было закрыто, чтобы матрас был как бы вот Ну, в коробочке такой Так, давайте смотреть, что у нас здесь Здесь у нас пенополиуретан с эффектом памяти Слой пенополиуретана, пружина карманного типа Ну и вот эта вот прокладочка Так, сейчас по акции Размер 90 на 2 стоит 12 тысяч Место 14 Кубик-рубик Смотрите, какой толстый уже слой пенополиуретана Может, какой-нибудь сравнить, наверное, нет с бюджетным смыслом Да, они все-таки разного сегмента все И ценник уже другой Вот, то есть, вот он, эффект памяти Что такое эффект памяти? Представляете, буханку с хлебом только испеченной Вы нажимаете на мяч, а он обратно восстанавливается То есть, вот Он не проминается То есть, он запоминает вас Не только, как бы, как вам комфортно Пенополиуретан не на всю жизнь Не на всю жизнь, нет Здесь, значит, у нас пенополиуретан с эффектом памяти Просто пенополиуретан И усиленные пружинки Тоже уже весь обложен со всех сторон Пустот нет Кстати, вот Для перфекционистов И этот матрас уже весь белый Весь, у него нет серого Если одна из наших клиентов У нас будет смотреть Я думаю, она поймет, о чем я Так, ну полежу, да? Он не двух типов ли? Жесткий И средней жесткости Да, толщина одинаковая Жал, нет кубика средней жесткости Так Во-первых, он уже более вот Тактильный, да? Более комфортный Но, друзья мои Покупая любой матрас Позаботьтесь о матраснике По собственному опыту скажу На матрасник стирается гораздо проще Чем снимать чехол с матраса И чистить его Мягко Слишком Я так не люблю Ну вот как бы мягко Но при этом Вот дальше в него не валишься То есть слегка вот Как бы привалился подвесом И все, дальше не заходит Так, это средней жесткости Теперь жесткий Вот в жесткий более Вот все-таки Мое, наверное, это более жесткие матрасы Хотя всегда считала, что средней жесткости Вот в жесткий более комфортно В него садишься И он как бы тебя подхватывает То есть вот такое вот ощущение Что он вот Запомнил, как тебе надо Вот эту твою нагрузку Все, дальше он тебя не пускает Ни провалиться Ни как бы вот наверх Нет вот этого эффекта лавочки Этот тоже мне нравится Ну на самом деле, да Как бы выбирая матрас Нужно с ним пожить-поспать Потому что по-другому Его не определить Так, мы пропустили два матраса Но как-то они так разный Сегмент так интересно раскидан Обычная хусвика Ну, что есть уж, да Причем она только в одном размере 80 на 2 Часто берут их кушеткам Ну не любят люди пенополиуретан Ну вот категорически не воспринимают Например И вот тогда покупают Такие матрасики Сейчас мы покажем Здесь пружинки Пружинки банел Но я все-таки считаю Что это детский матрас Взрослому Не сильно мелкому человеку Не очень комфортно будет На этом матрасе спать После хелестада Как на лавочке Каждую пружину Попой чую Значит, смотрите Что у нас здесь У нас здесь Реально пружина чувствуется Тонкий слой Пенополиуретана Сами пружинки И войлок Все Все-таки я бы рекомендовала Этот матрас Как подростковый Детский Но не взрослый Теперь, друзья мои Мы дошли до раздела Дорого-богато Будем смотреть За что просят 32 тысячи За 90 на 2 И 21 тысячу То есть это Самых два Дорогих матраса Но давайте Чуть побюджетнее Начнем Хакасен Это единственный Матрас У которого нет Кубика выставочного Поэтому придется Мне объяснять Вам по схеме Пойдем показывать схему Хакасен У нас тоже делится На жесткие И средние жесткости Высота И там И там 31 сантиметр Вот смотрите То есть мы показывали Вам пример подобный Значит здесь идет Слой пенополиуретан Он со всех сторон Обложен И два блока пружин Пружины карманного Типа и мини пружины То есть вот Пружины карманного Типа Потом опять Прослойка пенополиуретановая И мини пружины То есть каждая пружина Обеспечивает Как бы за Свою функцию Выполняет Да? Отдельную То есть что-то Кто-то за комфортность Условно Кто-то за поддержку Дальше опять Слой пенополиуретана И пенополиуретан С эффектом памяти В общем И спать у ложки Колыбельную споет Пойдем все-таки Найдем подобный Какой-то кубик А ну можно кстати Вот на примере Супер дорогого матраса Понятно здесь больше витков Пойдем покажем Чтобы вообще понимание Было о чем мы Это понятно Что матрас видите Уже с усилением идет Да? То есть вообще Видите Даже железок в него напихан То есть принцип Вот у того матраса Такой же Но только вместо Кокоса Вместо Латекса Здесь будет пенополиуретан Не будет железного основания Ну вот как выглядит пружина То есть каждый блок отдельно Теперь пойдемте сидеть Лежать Тоже матрас уже белый Высота конечно 31 сантиметр Как на бабушке На перину Так Жесткий Ну посмотрим Готовы ли расстаться С почти 30 тысячами Мне хелестат больше нравится То есть вот ощущение Честно Между хелестатом И между Опять я забыла Как он называется И хокосеном Я не вижу То есть вот я Что там Эффект пенополиуретан С эффектом памяти Что здесь То ли например Надо быть более грузным человеком Чтобы вот Ну одинаково ребят Вот реально одинаково Если вот У кого например Был Или там Ну в эксплуатации условно У вас такой матрас У родителей Допустим хелестат Или наоборот Поделитесь Вот в чем для вас разница Напишите пожалуйста В комментариях Так пойдем Пойдем на жестком Нет Это средней жесткости Убираем дополнительный матрас Если сюда еще Доп положить В него вообще не заберешься Ой Я как в перину проваливаюсь Вот 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 Насколько она смялась То есть Это некомфортно С него съезжаешь Плюс он высокий Мне кажется Дети вообще у нас С такого матраса Вот Прыгать Прыгать Кстати да Жаль нельзя попрыгать Вот Не поняла Честно За что Просят вот эти деньги Если есть Подобные За более Что Ну вот поэтому Я думаю наверное Все таки Нужны комментарии От подписчиков Кто пользуется Потому что У нас на самом деле Недорогой матрас Я не могу вот оценивать И все таки Мы оцениваем Именно по критериям Ну как бы Клиенты приходят Рассказывают отзывы свои Вот по хилистаду Девчонки все пищат Честно У нас одна девочка Покупала в положении А как она сказала Говорит Я только на этом матрасе Выспалась И апофеоз Хиндрасунд 33 сантиметра Метр шестьдесят Стоит Пятьдесят тысяч Пятьдесят За эти деньги Люди машины покупают Булушные Ну булушные Понятно Так Вот о чем я говорила Усиление Укрепленная боковина То есть Здесь уже латекс Волокно Кокосовой пальмы Здесь получается Пенополиуретана Нет вообще Здесь полностью идет Латекс Поможет полностью Расслабиться Повторяя Естественные изгибы тела Снижает мышечное напряжение Обеспечивает Оптимальную опору Не деформируется Когда сидите На краю кровати Ну вот смотрите Вот тоже усиленный Матрас Да Да Тоже усиленный Как не деформируется Я садилась на край Этого матраса И видно Как он подо мной Вот то есть Он уходит Так Вот у нас Как выглядит Латекс Здесь конечно Уже его не пожмакаешь Не продавишь Слушайте Девчонки Если купить Такой матрас Без мужа Не поднимешь Потому что Вот этот кубик даже Весит примерно Как ячейка у коллакса Так Вот оно Волокно кокосовой пальмы Укрепление Но такое количество Все-таки должно быть Стянуто И за такие деньги Ну кстати Да Тоже вполне Как бы сторонним Можно использовать Не чувствуется ничего Так Он у нас тоже Двух типов Средней жесткости И жесткий Так Это жесткий И это средней жесткости По функционалу Одинаково Я боюсь садиться Ну конечно лучше Чем кокосэн Кокосэн Средней жесткости Я свалилась совсем Не провалилась Но вот допустим Если бы передо мной Положили Вот условно Я сравниваю На фоне хелестада Потому что Он примерно Похож По характеристикам Но дешевле В ценовом диапазоне Вот допустим Его не сравнить С хобогом То есть небо и земля С хамарвиком С этими матрасами Его не сравнить Если сравнивать То все-таки Примерно хотя бы Либо не ценой похоже А критериями У него не проваливаешься То есть вот я села на него Он меня держит Дай-ка я ради Я вот это сняла звук Ведь у нас никуда не пропадет Я как мартышка с гранатой Вот в хелестад Это у нас жесткий Я села Он как бы меня вот Ну держит Да, комфортно Этот мягче Нет, все-таки я за хелестад Покомфортнее мне он почему-то Ну и плюс высота 33 сантиметра Друзья, ну шею свернешь Если допустим Вот учитывать дети Да, если там Детеныш с вами засунул на кровати Убьется Как-то вот В общем, друзья мои Подписчики наши любимые У кого матрас такой Расскажите нам в комментариях Как он на нем спится Как он живется с ним Жесткий Жесткий Вообще не помню То есть вот ну Вот реально как Вот у бабушек раньше Были матрасы толстые-толстые На него залезешь Не чувствуется дальше Я не чувствую честно попой Ни пружин там этих два слоя Да, я не чувствую Ни два ряда То есть я вот это То есть я вот села Вот я чувствую Вот как бы Да, подо мной мятненько То есть вот ощущение Что я на обычный Латексный матрас села Без всего этого Поэтому сейчас пойдем смотреть Пенополиуретановый Латексный матрас И сравним Есть ли смысл Переплачивать такие деньги Так, мы все вернули Как было Теперь идем смотреть Пенополиуретановый Сижу на матрасе Мукскульт Такой матрас у нас Живет в зале На кушетке Хемнес После дорого-богато Так как-то это Тоненько Попа чувствует Все дощечки Честно-честно Значит матрас Мукскульт Это самый тонкий С пенополиуретановых матрас Ну не считать конечно Здесь все-таки нормальный Уже слой пенополиуретановый Пененый Оптима Так называемый Он есть жесткий И средней жесткости По крайней мере Был раньше Когда мы покупали Нет, а сейчас только жесткий Упакован в рулон Вот такая ячеистость То есть если с одной стороны Вы спите на более гладком То с другой стороны Будет вот эта вот ребристость Которая в принципе Немножко ощущается Ну тонковатые матрасы Честно То есть вот дома они есть А когда ребятишки спят Нормально Когда допустим Сама если С мелкой прилять Мне не очень он комфортен То есть такой вот средний Поэтому все-таки Вот если и с пенополиуретана брать То лучше следующий брать Мауфорс Так Мукскульт мы показали Это малый Более дорогой Пойдем перейдем Чтобы как бы По увеличению Качества сегмента Матрасы Матрасы Малфорс Средней жесткости И жесткий Ребят Они совершенно разные То есть это единственные Два матраса в Икеа Которые не только Точной отличаются Вообще полностью Внутри отличаются Да Здесь хлопковый чехол Все снимается Стирается На самом деле Сложно его потом После стирки Одеть Вот что я вам хочу Показать Это жесткий Два слоя Пенополиуретана То есть один вас держит Второй пружинит Это жесткий Убираю А вот это Друзья мои Средней жесткости То есть здесь Единый блок Фактически Если вы берете Жесткий матрас Вы покупаете Сразу два матраса С одной стороны Он у вас будет жесткий А с другой У вас будет Средней жесткости Поэтому честно Матрасы жесткие В нижнем Разбирают очень быстро Был период Когда их ловили Прямо вот Их перевозили Гораздо Ну как бы Производили меньше Чем продавалось Теперь давайте По ощущениям Так Средней жесткости Сильная разница Между мухсхольтом Который стоит 3 800 И этот Стоит 4 500 4 500 Нет 4 800 Сейчас он уже даже стоит Разницы сильно Не почувствовала Чуть поплотнее Но поплотнее За счет чего Толщина Там самый тонкий 10 сантиметров Здесь уже у нас Идет толщина 12 сантиметров 2 сантиметра Ну руль Руль все таки играет Так Теперь идем Сидеть на жестком Вот у жесткого За счет вот этого Дополнительного слоя Как бы поддержка идет И поэтому он более комфортен Поэтому если выбираете Матрасы с пенополиуретаном Детям Либо например Ну себе Вы не сильно крупные люди Рассмотрите все таки Вот этот вариант Именно жесткого матраса Повторюсь Вы двух зайцев С одной стороны У вас будет жесткий матрас А с другой Средней жесткости Так У нас осталось На самом деле Два матраса Из пенополиуретанки Так Это у нас маловик Он сейчас только жесткий Дополнительная набивка И вот такой вот Ячейстый пенополиуретан Сейчас мы на нем посидим Покажем его в разрезе Вот такой вот Пенополиуретан Прямо вот кубики И здесь вот Небольшой слой усиления Усиление конечно Незначительное Усиление сделано для того Чтобы вы в эти ячейки Не проваливались И не чувствовали их Частями тела 6500 Стоит Размер на 90 Хилистат Который мне понравился Стоит 12 Вот если например Не нужен пружинный матрас И не нужно высоко Берите мал Вот Маловик То есть Реально комфортно То есть По ощущениям У меня сейчас Вот примерно Между хилистатом И маловиком Маловиком Что-то я сегодня С названиями туго Разницы большой Вот по контакту Именно вот Ну нету Не заваливается никуда Край Все хорошо ровно держит И пойдемте смотреть Еще одного друга Латексного Честно Я на нем уже посидела Мне очень понравился Вот такой латексный матрас Это единственный Латексный матрас Здесь тоже пенополиуретан Пенополиуретан С эффектом С эффектом памяти А почему же Его заявляли Как латексный Латекс Я в нем не вижу Нет Это пенополиуретан Обычно Это пенополиуретан С эффектом памяти Нет Здесь латекса Он самый толстый из пенополиуретановых матрасов. Толщина у нас 18 см. Это практически как у пружинок. Значит, теперь по ощущениям. Вот, ребята, на него садишься. Сначала комфортно. Чуть-чуть проваливаешься. Он тебя как бы держит. И вот здесь вот сзади, вот все вокруг тебя жесткое. То есть представьте, как-то вот сидите в серединке на чем-то мягком, а по краям все жесткое. Я на нем полежала. Сейчас предсмотреваю вам. Кстати, вот пойдем покажи, может быть, на камеру видно будет. Вот я сидела. Вот сейчас встаю. Вот он выправляется. То есть он поднимает вот этот вот эффект памяти. А вот насчет полежать, он жесткий. Прям реально жесткий. Я думаю, здесь без... Ну, не знаю, то ли совсем больная спина, то ли когда вот... Ну, любите на сильно жестком спать. Наверное, ваш вариант. Кто живет вот с этим матрасом? Матродант. У нас пару раз его заказывали, но клиенты уже давнишние на связь не выходят. Отзывы мы по нему собрать не смогли. Вот прям видно, да, он восстанавливается? Так, друзья мои, мы пружину вам показали, пенополиуретан показали. Помимо этого, я уже обмолвилась о тонких матрасах. Их сейчас в Икеа 1, 2, 3, 5 видов. Отличаются ценой, ну и, соответственно, наполнителем. Размеры у всех одинаковые. Метр 40, метр 60, метр 80 и 90. То есть размеры ровно те же, что у пенополиуретановых и у пружинных матрасов. Значит, самая бюджетная. Лис Марка. Наполнитель из полиэстера. То есть, ну, вот это на матрасник фактически. Хорошенький, плотненький, дышит на резиночке. И при этом, допустим, если на диван стелить, стыка не будет уже чувствоваться. Следующий по цене это Тальджи. То есть разница, ну, мы сравниваем 90 см. Разница в 400 рублей. Здесь тонкий-тонкий слой пенополиуретан. Он 2 см толщиной. Опять же, то есть, если, допустим, вот именно скрыть какую-то неровность, матрасик оптимальный. Но если матрас жесткий, вот этот сильно не спасет. Дальше у нас Тусой и Тустно. Тусой. Эффект наполнителя из пенополиуретана с эффектом памяти. Вот этот, если у вас матрас мягкий, то берите, если вам матрас мягковат, медь вы не собираетесь, можно попробовать вот Тусой взять. То есть он будет, я думаю, комфортен по, просто по нажиманию. То есть на него как вот, ну, как эффект памяти. Вот что вот мы смотрели Матродан сейчас. То есть примерно вверх такой же. И Тустно. Здесь мягкий наполнитель из латекса и шерсти. Хорошо хоть не мекает. Вот эта мягкость уже дает. Если матрас жесткий, то можно вот этот матрас уже взять. Ну, как-то так. Обзор немножко сумбурным получился. Я надеюсь, что информация, которую мы дали, вам будет полезна. Вы сможете выбрать матрас. Ну, конечно, основывайте все-таки на своих ощущениях. Не забывайте про то, что Икея идет навстречу, и можно вернуть матрас, который вам не подошел. Ребята, пользуйтесь этим моментом. Не каждый производитель забирает обратно матрас, с которым спать на матрасе, у которого у вас болит спина. Простите, если вы не поспали, стали больные, разбитые. Все, уже нет работоспособности, нет никаких домашних дел. То есть фактически, если человек не выспался, ему и не сильно комфортно жить, существовать на этом свете. Но это так, лирика. Так, обзор сняли. Ждите его в ближайшее время на канале. Обзор у нас выходит по воскресеньям. Друзья мои, еще такой момент хотел сказать. Вы часто пишете про метод. Давайте сделаем так. Вот сейчас нас почти 7900, да, 7800, по-моему, 50 последний раз я смотрела утром. Вот как нас будет 10 тысяч, то есть 2200, да, еще добавится, и мы вам сразу снимем серию по методу. Будут отдельно каркасы, отдельно все внутренности, отдельно фасады. Расскажем все. Я думаю, это не сильно большое, как бы, такое, ну, не требование, даже просьба такая, да, поэтому рассказывайте про наше видео, делитесь. Ребят, кто занимается доставкой, репостите нашу запись к себе на стену. Мы не ваши конкуренты, мы не будем из Саранска отправлять ваши города, ваши клиенты работать с вами, и это элементарно дешевле, когда привозите вы, чем, допустим, платить еще почте. Поэтому репостить эту информацию людям, она важна. То есть люди смотрят, люди получают информацию, люди более подготовлены к покупке, то есть у вас уже более готовый клиент, получается. Ну, это так, меня сегодня на лирику что-то несет. Спасибо большое за внимание, что выдержали весь обзор, досмотрели до конца. Жду ваших комментариев, и до новых встреч. Пока!